Это канал Высшие технологии с самыми последними новостями из мира технологий. Как минимум 70% гамма-лучей очень высокой энергии, которые испускают космические лучи обусловлены релятивистскими протонами, выяснили авторы новой работы на основе анализа изображений радио, рентгеновского и гамма-излучения. Место ускорения протонов, основных компонентов космических лучей, 100 лет оставалось загадкой. Авторы новой работы количественно показали сколько космических лучей образуется в остатке сверхновой, это поможет выяснить их происхождение, источник космических лучей или частиц самой высокой энергии во Вселенной был загадкой с момента их открытия в 1912 году. Космические лучи способствуют химической эволюции межзвездной материи, поэтому то, как они образуются, важно для понимания эволюции нашей галактики. Считается, что космические лучи ускоряются остатками сверхновых в нашей галактике и достигают Земли почти со скоростью света. Недавние наблюдения гамма-излучения показало, что многие остатки сверхновых испускают гамма-лучи с энергией тироэлектрон-вольт-теф. Если гамма-лучи производятся протонами, которые являются основным компонентом космических лучей, то происхождение остатков сверхновых космических лучей можно узнать. Однако гамма-лучи также производятся электронами, поэтому необходимо определить, является ли доминирующим протонное или электронное происхождение. Результаты исследования подтверждают, что гамма-лучи исходят от протонного компонента, который является основой космических лучей. Также авторы выяснили, что галактические космические лучи образуются от остатков сверхновых. Читать далее, Япония представила новый двигатель, который позволит ракетам изучать глубокий космос. В Китае обнаружены два новых вида динозавров. Появился метод использования квантовых компьютеров в повседневных условиях.